Какая вкусная малинка, да? Пирожная моя, да? Так что вот чем я красилась, а это будет распаковка. Бесплатная кредитная карта легко. Бан Тинькофф предоставляет уникальную возможность получить карту Платин с бесплатным обслуживанием навсегда, а также получить кэшбэк в 2000 рублей за покупки на 10 тысяч рублей в первый месяц. И это помимо крутых спецпредложений, которые позволяют получать кэшбэк до 30% баллов, компенсируя им свои походы по кафе и ресторанам. Оформи карту по ссылке и получи все прелести использования карты Тинькофф Платина. Вся информация под видео в описании. Всем приветики! Начинаем новый влог. Мишка, говори всем привет! Да, Мишка? Мишка занят. У него там дела. В общем, я поставила, теперь камеру непонятно как. Наконец-то у меня видео достигли актуальности. Влог, который выйдет сегодня, он уже прям актуальный. И я такая думала, что если я не буду ничего снимать, а потом думала, а что я не буду? Буду я снимать. Вдруг что интересное будет, да, если я будем готовить что-то, что-то будем готовить, что-то будем делать. Я уже с утра вот видео там загрузила, и это у меня ромашковый чай. Пока Мишка спал, я йогой позанималась. Тому, что буду просто так сидеть? Просто если я иду на кухню, и он спит, и начинает греметь, он начинает просыпаться. А если я вот в комнате, когда он спит, занимаюсь йогой, то ему на фоне это ничто не мешает. Но если какие-то посторонние звуки, ну так приучила, да, нежный он очень у нас. Да, Мишка? Очень нежный. Видите, грызет этот, ну, то, что я купила на Амазоне, ему грызунок. Он деревянный, пусть точит зубки, да. А еще ему машинка нравится. Не надо машинку только, ты играешь игрушками. Вот, и я уже такая голодная, нужно что-то позавтракать. Не знаю, что на завтрак сделать, сейчас подумаю. Сейчас подумаю. И этот, у нас такая погода, дождь, блин, у меня были планы другие, погулять подольше, ага, там прям дождь льет. Ну, не знаю, посмотрим, пойдем гулять. Ну, за Евой-то пойдем в любом случае, и погулять-то надо будет часик хотя бы, один-то прогуляемся, может, потом не будет. У меня голова грязная, ну, голова ладно, фиг с ним. Что-то хотела рассказать, и опять забыла я. А, вот, я с утра йогой позанималась, не то, что йогой, а растяжкой, порастягивалась прям. Хочу опять сесть на шпагат. Но я не на растяжку, не на шпагат делала, а просто растяжку на все тело. Потому что у меня тут спину так, не защемило, а заболела спина резко, не знаю, что он мишку натаскалась, конечно, блин. Вот, так что такие дела, все, хватит болтать. В общем, всем добро пожаловать в новый влог. Буду сделать авокадо-тост. Но мне нет красной рыбы, ну, ладно, ничего страшного, но будет просто... Ну, потом покажу, что будет. Параллельно Галю смотрю. Вчера они посмотрели. Он этот мальчик, ну, хорошо поспал, да, в своем стульчике. Постирал вчера на ночь. Да, на ночь высохла. Очень хорошо. А тут, например, он весь его всем не овел. Вообще классный стул. И он даже, ну, немножечко вот тут маленькие кадрышки стали появляться. Ну, я их вот так вот чик-чик поснимала, и все, не сильно. Даже кошатицы, или так, как называется, лохматятся. Ну, не, все хорошо, занимайся. Такое смешное, с таким лицом я сидел смешным. Эту кисточку дала ему. Мама даст тебе малинку, да? Он тут у меня уже клянчила, ему подавала чуть-чуть. Будешь малинку? На, на вкусное. Косточки разглезает. Какая вкусная малинка, да? Ну, какая вкусная. Миш. А еще будешь? Дальше ротик открывает. Ням-ням. Да? Ням-ням. Собственно, мой завтрак. Не знала, что приготовить. В общем, приготовила вот так вот. Там у меня хлебушек такой, он прям весь из орешков, из семян. Сверху авокадо вместе с этим, с помидоркой черри. Еще маслица добавила немножечко. Потом лист салата положила так, чтобы и туда внутрь, в общем, видите, как лодочка получился. Скрамбл сделала из двух яиц. Еще добавила петрушечку и укропчик. В общем, вот такая вот вкуснотища. И здесь у меня еще редиска одна штучка, последняя кофе на кокос. И это у меня этот, пирожное моя, да, опять сыр этот купила. Ну, я так совсем чуть-чуть помазала сыром и малинка. Кстати, про чипсы. Чипсы отвратительные. Я, конечно, поела вчера с голодухи их, да, вот там осталось. Но они как пластмассовые, вот реально какие-то вообще, не знаю, отвратительные. Никто не хочет их есть. Стоит 2,50. Самое главное, ты не сказала, в общем, начинаю пить спирулину. Там написали все мне. Я даже не стала про нее ничего читать. И написали, что все полезно. Не знаю, что она полезная. Ну, что там в ней есть, я не знаю. Мне написали, в общем, попьем спирулинку. Этот мальчик меня ковыряет, смотрите. Тут меня эти, какая корзинка с сумками, да, в котором магазин ходим. И он все время их вытаскивает. Видите, оттуда вытаскивает. Ну, я даже специально оставляю так вот узелочек, чтобы он тащил. Ну, чтобы ему было интересно. Видите, дала ему такую вот штуку. Он тут занимался. Сейчас пойдем белье стирать, снимать. Сегодня стирка твоей одежды. У тебя уже почти ничего не осталось. Мам, давно не стирала. Видите, только сказала, он уже подполз. Ну, я подвигала чуть-чуть ногой. Он подполз уже. Все, видите, одну сумку достал, сейчас другую. Ну, я ему разрешаю. Пусть изучает, развивается. Так, все интересно. Сумочки все яркие, да, Дмитришка? Вот так, вот так. Все, что не сделает. Это сладкий медвежонок. Я совсем забыла, что у него такая шапочка есть. Надо ее поносить еще, психует. Я ему шапку надела, он психует. Все, все, все. На, 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 да, я обиделся. Все, мама сняла. На, держи. Я себе масочку сделала. Да, 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 все, мама берет на ручки. Мишка поспал у меня уже полтора часика, да? Играем. На полу лежим. Я там пошла, мясо отбила. Он что-то раскапризничался. Притащила его на кухню. Мне не понравилось. В общем, лежу теперь с ним здесь. Отдыхаю. Хотя надо готовить. Холодильник-то пустой, Михалыч. Надо, чтобы мама была рядом. Так он маму не замечает, видите? Изучает. Да. Видите, машинка туда ушла, и он прям к ней вот штаны мешает. Так, как уже дополз. Ой, встал он и так, и ножками. Надо снять штаны ему, чтобы у него были голые ножки. О, видите, дополз. Молодец, умничка. Видите, ну вот так вот он по-пластунски тихо. А я думаю, как он передвигается? Вот так он передвигается. Надо снять эти штаны. Это просто на ночь ему одевала. Как на ночь, на дневной сон. У меня тут окна были везде открыты. У нас там такой ливень, и мы все не пойдем гулять. Поэтому мы дома гуляли с открытыми окнами. Но спали в штанах. Надо снять штаны, чтобы ему было удобнее передвигаться. Вон, видите, все пополз. Пацан солото отталкивает и к ней ползет. Ты лапочка. Ты молодец, моя умничка. Сейчас мама снимет штаны эти противные. Вот, подколз. Мясо пока у меня немножко в перчике и сольке помаринуются. А я сделаю себе овощи ленивые, да, так сказать. Спрашивали про сковороду. Вот. Там плита включена. Ну ладно. В общем, вот такая вот сковородка. Покупала, по-моему, я ее в реале. Да, давно уже покупала. Но, видите, дно уже у нее подпорчено. Может быть, если бы я одна пользовалась, тогда бы да. А кто-то там включает большой огонь, там поджарится, пригорит, не увидит и все испортили. А так она, конечно, прикольная такая, эти металлическая. В общем, у меня вот такая смесь овощи с маслицем обожаю. Потом здесь такая смесь. Брокколи, цветная капуста, морковка. И еще чуть-чуть нута. Сейчас я все это на сковородку и все. Быстро у меня обед. Потому что, ну, нет у меня времени. Ну, этот мальчик. У меня вот прям вот сходишь, чтобы мама рядом была и все. Ухожу, все орет. Прихожу, не орет. Вот прям невозможно. Садаваю ему корзинку. Тут у Евы в корзинке открытки и книжки. И он вот достает их там. Ну, заняла чем-то на время, пока мама там готовит. Он пока занимается. Он бы по всей достанет оттуда. Так, собственно, овощи выложила, высыпала. В общем, не знаю, как сказать. Вот это масло. Мне так нравится. Оно такое вкусное. Это овощи с маслом, которые. И они стоят, что они дорого. Раньше стоили 50 центов. Сейчас, конечно, это. Даже 45-го они стоили. Сейчас стоит не помню сколько. Не скажу. Так, сейчас сразу мут добавлю. Путина у меня тушится. Даже не жарится, а тушится. Мясо жарится. Овощи тушатся. Добавила еще перцы и травку. Чуть-чуть сольки. А Мишке дала паильник. Взяла салон, уже психует, да? И он, короче, ему вода выпадает там в рот. И он так делает, балуется, да? Ты балуешься? Грязется ей. Там водичка. А либо когда вода во рту, начинает баловаться. Чтобы овощи еще вкуснее были, я сюда добавляю в конце масла. То есть, хоть там и было масло, но там чуть-чуть было. И добавляю еще кусток масла. И потом прям вообще очень-очень-очень вкусно получается. Мясо я уже дожарила. А тут у меня риса уже совсем чуть-чуточку. Вот сварю еще рис. Ну, там муж будет кушать. Ева. Мишке дадим попробовать. И тоже добавляю мастрицу в рисик. У меня муж пришел с работы. Смотрите, что он мне принес. Та-дам. В общем, это эти устрицы. Закрытые. Я даже не знаю. Сейчас будем смотреть в интернете, как их кушать. Я знаю, что с лимончиком их сыры так высасывают. Но они же вон такие грязные все. Настоящие. Они разживые, да? В общем, он там где-то по знакомству заказывал. Это прям свеженькие. И сейчас я буду это. Это будет мне на обед. В общем, посмотрела я рецепт, как этот устрицы готовится. В общем, для приготовления устриц нужно устрицы, лимон, лимонный сок, да? Потом бутылка белого вина или шампанского. И свечи. Свечи есть, вина нет. Ладно, будем так. Нужно открывать специальным ножом для устриц. Но у нас нет такого ножа, к сожалению. Надо купить, да? Я шучу. Но это я буду одна из, потому что никто не будет есть. Я знаю. Тарина не захочет пробовать. Ева подавно. Ну что же. В общем, все мне. На видео посмотреть в интернете, как открывать устрицу простым ножом. Тебе нужно, чтобы еще жидкость сюда не вылетала. Не выливалась. И что тут есть? Это вот это такое большое. Это мне настолько будет съесть. Ничего себе, насколько белка я съем. Она же должна как-то вывалиться. Ничего. А посмотрите, теперь видео нет. Я ела запеченное. Теперь надо посмотреть видео, как их это. Кушать вообще. Сюда тогда готовы. Что, папаша, у тебя рвотный рефлекс? А, ну пахнет морем. Мишка. Видите? Он был только что на коврике. Да, он был только что на коврике уже здесь. В общем, он у нас отползать научился, да? Пока на пузе, но он как-то, знаете, чуть-чуть ногами, чуть-чуть пузом вон к Еве приполз. Так, собственно, вот что получилось. Нужно было как-то аккуратно открывать, чтобы жидкость не выливалась. Но у нас нет специального ножа и вообще как бы и навыков уже нет по открыванию устрицы. Он сказал, что если мне понравится, то он будет мне брать. Это где-то там он у знакомых. Через знакомых и дешево выходит. Сейчас с лимончиком все сбрызнем и будем пробовать. Так, в общем, будем сейчас пробовать. Поливаем лимончик. Привет. Привет, Ева. У меня черный носик. Сейчас должна быть какая-то реакция, но я не знаю, какая-то реакция есть. Я выкину с права. Ты ни разу не ела. Мам, говорите, ну что ты начинаешь? В общем, я ни разу не пробовала устрицы. Сейчас, в общем, будем пробовать. Я ела только такие запеченные, но это совсем другое. А тут сырая. Полила, ее нужно, в общем, с этой водичкой съесть, выпить, да, прожевать и запить вино. Вина нет, кстати, к сожалению. Это не противно, да. Просто как будто бы, ну, во рту. Я не знаю, что это. Что-то непонятное, слизь какая-то. Но я бы не сказала, что прям супер-супер вкусно. Наверное, запеченные больше, наверное, вкуснее. Но я сейчас все съем. Потому что я знаю, что там много белка. Это очень полезно. И отдает этим море, вкус моря. Тиной или чем там, ракушками. Ну, наверное, больше бы я их не заказывала. Потому что это нужно все-таки лучше в ресторане, наверное. Там они как-то готовят по-другому. Идешь домой с ребенком с папой, домой, папе. Света, скажешь? Скажешь? Ты же, ты идешь домой с телефоном с папой, с папой дом? Да, не ест удобно. Ой. Ева опять принесла фрун де бух из садика. Ну, это анкета по-русски, да? Которая готовая, там уже все заполняешь и все. Ну, вернее, тут только вопрос, ей нужно заполнить. И мама должна заполнять. Да, я должна заполнять. Смотрите, тут наклейки. Тут еще сразу с готовыми наклейками, представляете вообще? Да, я наклеила ее для рожки. Да. Всем доброе утро. У нас уже следующий день. Я вчера уже потом ничего не снимала, потому что... А что было снимать? Муж дома был. И мы с Мишкой половую жизнь вели, да? Учились полцать. Он-то у меня вовсю, да? Осваивал просторы сладкие. И спать легли, кстати. Мы вчера вроде спать хотела-хотела, но уснул. Он у меня ближе к девяти. Хотя я его пошла, накупала, спать положила там, как обычно. Там пошли восемь уже в кровати были. Ну, он снул где-то в девять. Может, в полдевятого, ладно. И проснулся он в восемь, нет, в семь сорок. В семь сорок, представляете? Уже муж пришел такой к нам в семь двадцать. У меня будильник прозвенел, я лежу. Никого типа не слышу. Я сплю, думаю, пофиг. Если Мишка спит, я тоже буду спать. И ничего страшного, если я в садик не пойду. Муж пришел, я его спрашиваю, что пойдет в садик. Пойду. Ну, ну ладно, я встал. Мы тут ходили, как он почти в восемь утра и встал. И мы тут ходили. Потом он только проснулся из-за того, что мы тут ходили, шумели туда-сюда, и он проснулся. А так, мне кажется, если бы я рядом лежала, мы вообще, наверное, до полдевятого бы спали, представляете? Вот, так что мать сегодня выспалась, прям такой выспалась и выспалась. Но у нас такой дождь вчера, целый день. И вот мы дома сидели целый день. Сегодня я хочу пойти на улицу. Я прям хочу на улицу. У нас, правда, облачно, да? Этот... Как он, да, пасмурно, но не будет дождя. А сейчас мы будем завтрак готовить, да, Михалыч? У нас на завтрак будут яйца вареные, кашу я опять приготовлю. Хочу каши. И что еще? Потом хочу приготовить пирог опять этот с яблоками. Яблоки лежат, вот паразиты никто не едет, а только я ем. Я покупаю сетку, только ем я и Мишка. Ну, Мишка что там ест? Карина не ест, муж не ест, Ева не ест. В общем, надоели. Только портится. Я купила творог и сделаю эту запеканку яблочную, творожную. Но это потом, попозже. И что еще хотела сделать? А, ну ничего, еще буду кашу готовить, в общем, да? Потом идем кушать, Танечка. Иди скусить. Ляпка. Ты ляпка моя. По поводу замачивания орех, да, вчера замочила, кстати, сегодня утром прочитала комментарий, что зачем я замачиваю орехи. В орехах... Ну, 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 ну. На, держи лузочку. Держи. Держи. В орехах содержится фитиновая кислота, которая мешает усваиваться всем микро- и макроэлементам, которые находятся в орехах. Фитиновая кислота находится также еще в крупах. Я также и крупы замачиваю. И также в орехах и грязи хватает на самом деле. Хоть какие они там био, не био были, они все равно грязные. И я их замачиваю, потом промываю водичкой и подсушиваю на сковороде. На сковороде подсушивают для того, чтобы уходила лишняя жидкость. Видите, кишью все время фиолетовое становится при замачивании, ну, после замачивания. Но можно просто промыть и просто есть. Девушка написала, что, типа, она их подсушила на сковородке, и они у нее стали дубовые. Возможно, вы их пережарили. Их нужно на медленном огне подсушивать или вообще в духовке. Я когда, например, сегодня пирог буду готовить, я их не буду сегодня подсушить на сковороде, а пирог буду готовить, потом выключу духовку и закину его в духовку. Ну, выключу духовку, они у меня там подсушатся. А можно, в принципе, не подсушивать их. Тогда вы должны их сегодня же и съесть. Потому что если в них будет влага, то они не испортятся. Их подсушивают для того, чтобы влага из них ушла немножечко. Их нужно прямо на медленном огне. И тогда не будут, ну, не будут они твердые. Вот. А так они вот, видите, какие. Прям чистенькие, классненькие. Кашу я готовлю сначала на воде. И потом добавляю молочко. И соль. Сахара я не кладу. Это для нас с Мишкой. Поэтому нам не нужен сахар. Он у меня тут прямо, я не знаю, висит. Что-то вытворяет. Эй, Михалыч, ну что случилось? Что не нравится? А? Тергаешься? Тергаешься? Роботические трюки мясо и показывает. Еще в кашу добавила семена льна. Я все время покупаю овсянку, такую длительную варки. Чтобы она была не перемолвана. Ну и все готово. Мишка, это на руках. Камеру, Мишку и все подряд. Яйца, думаю, наши тоже готовы. Собственно, наш завтрак. Наша каша. В общем, семечки, ягоды, половинку банана. Ложку арахисовой пасты добавила для вкуса. Но она все равно вкусная у меня получилась. Видите, какая красивая. С семенами льна. Но сахара нет. Сахара ноль. За счет банана, арахисовой пасты, она будет вкусная. Насыщенная. Одно яйцо. Кофе на кокосовом. Видите, на кокосовом оно такое некрасивое. Ну, темное. Немножко с горчинкой. Но ничего. И витаминки. Спирулину решила попить. Но я никому ее не агитирую. Просто я так. Сама для себя. Так, ну и Мишка тут у нас, да? С ложкой в руках. Где моя большая ложка, да? Это про Мишку. Так, что я? Я уже помыла голову. Мишка у меня поспал совсем чуть-чуть. Поспал, я не знаю, там 20 минут. Я пошла белье развешивать. Все, он проснулся на зеркало. Но ведь каждый раз, когда снимаю, говорю про это. Вот. Что я сделала? Белье развесила. Ну, проснулась и вместе со мной ходила и везде его с собой таскала. Белье развесила, убралась, везде постирала. И голову помыла. Масочку сделала очищающую там другую. И собралась вышиться. Думала пойти на улицу с ним. Он такой капризный, не хочет спать никак. А у нас там дождь опять, опять ливень. Но на улицу все равно найти. Мне нужно еще магазин там чуть-чуть совсем купить. Вот. Я хотела так погулять на улице. Прям очень хотела. И вот смысл мне сейчас вытягивать волосы, если у меня сейчас опять завьются там под дождем. Хотя бейсболку-то может одену, а все равно от влажности они у меня будут завиваться. Прям вот от дождя не обещали. И не хотела я дождя. Дала тому там пульт старый. И он там играет. Показанит. Я тут это с вами пообещаю. Пора уже красить корни, постригаться. Хочу уже постричь все обратно короткую. Для меня это слишком длинные волосы. Мне они мешают. И корни красят. И мне, кстати, спрашивали, где я крашусь. Я крашусь в парикмахерских в последнее время. Но до этого я красилась сама. У меня даже есть видео на ютубе, где я красилась сама. Я рассказывала чем. Сейчас если на ютуб пойду поищу. У меня там, по-моему, остались. Чем я красилась, то покажу. У меня даже две пополовинки осталось. Это вот чем я осветляла. Амелирование сама делала. Я делала Белла Калисто. Номер 1281. Да, 1281 на 9%. Сначала я осветляла, делала тип амелирования. И потом сверху я перекрывала, уже тонировала вот такой вот. Color Touch 8,81. И на 4%. Но этого у меня нет, оксиданта. А этот я покупала прям большую бутыль. И думала, кстати, сейчас опять сделать. А все-таки пойду в Латвию, поэтому не буду тонироваться. Там мне уже сделают все уже по красоте. Так что вот чем я красилась. А этот на девяточке, а этот на четверочке. Почему уже на улице? На улице ливень. Как только я вышла на улице, прям такой конкретный пошел. Я думала, будет небольшой. И вообще нам нужно в магазин зайти. И потом на обратном пути за Евой. Но гулять уже не будем, потому что куда под дождем. Ну так, часик хотя бы вот этот вот пройдемся. А Мишка у меня сейчас будет ругаться, что я остановилась. Эй, Лапка, сейчас поедем, да? Мама тут зашла в уголок. Эй, ку-ку. К комбинезонному отделу на улице у нас плюс 14. Мы уже в магазин сходили, идем с магазина. Голубец не дает закрывать капюшон. Дождик на него капает. Но ему надо смотреть на машины. Но он уже вырубается. Мы уже почти пришли в детский сад. Мне что, пуснуть, когда я из дома вышла? Михалыч, закрываю капюшон, он орет. И ему надо обдить. Сама иду без этого, без зонта. Потому что если зонта будет капать на него, если я буду под зонтом идти. Ну, так-то, как бы ветер сильный, я не сильно там промокаю. Ну, уже ничего страшного уже. Все равно влажность, волосы. И так даются. Ну, сахарная не растают. Какая у нас погода. Ветерок такой нормальный прям вообще. Ну, это такая классная. Я не могу там. Спать надо, но что-то мешает. Машинки любит смотреть. Мужик. Смотрите, Ева с черным носиком, да? Угу. Угу. Дальше. Да, это они там в садике играют во что-то. Если она проигрывает, то она должна нарисовать себе носик. Она уже третий день приходит с носиком таким. Да. Вот, Мишка у меня спит. Уснул. И не знаю теперь, что делать у меня. Надо как-то продлить сон ему. Но вот, смотрите, как зелено, красиво. Прямо красиво-красиво. Свежо. Но не холодно. Оно в куртках теплых, нам не холодно. Мы пришли из садика. Угу. Да, Ева не разрешила Мишку укладывать спать. Сказала, будет с ним играть. Да, Ева? Да. Да. И он тут с ней разговаривает. Видите, говорит, радуется. А что-то говорит тебе. А что-то говорит. А что-то говорит. Он хочет сейчас за личико потрогать. За носик. А-а-а. Ой, как вообще. А-а-а. Он с сегодняшнего утра у меня вот так вот разговаривает. А-а-а. Криками. Сегодня, кстати, у нас день мамы. Всех мам с праздником. Ну, в Германии сегодня день мамы. И я вот в садике сделала. Она не сама. Это она, своей воспитательницей. Ей помогала. Но все равно. Молодец. Сердечко для мам. Надо поставить куда-то под поделку. И подписать еще, сколько ей тут лет. Дела чуть-чуть совсем. Потому что я не могу много брать. В принципе, много и не надо было. Взяла яйца. Это муки, булочки. Тоже для мужа такие сосиски. Это для гриля. Но так, просто на сковороде пожарю. Это Карина такой у меня кушает. Хлебушек, собственно, зачем я ходила. Я ходила за хлебом. Масло. Такое масло я покупаю, чтобы макарошки добавлять. Там рисик. И ягодки. Мишки даю ягодки. И не только мишки, в принципе. Так, это и винограда за еду. Такие йогурты. И по акции вот эти взяла. Это, короче, рисовая каша. Типа того, протеиновая. Ну, в общем-то, рис такой. Десерт. Рисовый десерт молочный. Классик. Ванила. Они были по акции 49 центов. Поэтому взяла шоколад-банан и типа шоколад. Я не питаюсь в 100% на ПП. Я уже рассказывала. Все равно где-то 15-20% у меня каких-то сладостей. Там чего-то такого. Ну, чего-то вкусного. Ну, вот я покупаю протеиновый десерт себе различный. Потому что там все равно состав такой. Хоть там и написано. Там протеин, там что-то там еще. Но все равно там, ну, не то. Господи, что мне на голове? Вот видите, вытянула волосы, сделала и все завилось. Так вот. И еще мне надо приготовить пирог, который я собиралась приготовить с утра. Но Мишка там капризудит. Я вообще не дала ему поспать. Сейчас пойду его наверно спать положу. Попытаюсь опять. Еще мне понравилась. Такаша рисовая. Она совсем не сладкая. Так что будем брать. Сейчас будет распаковка. Будет распаковка здесь на кухне. Потому что там дети, они там будут орать, как обычно. Туда-сюда. Это The London Lounge. Ссылок не будет. Потому что это такая временная продажа. Там нужно отслеживать. Ну, это муж ему отслеживает. Смотрит. Я-то вообще этим не интересуюсь, не занимаюсь. Хотя посылка для меня. Он спрашивает, надо, не надо. Я говорю, мне ничего не надо. Но он побеждает. Добро побеждает делом. Померяем. Посмотрим. Подойдет, подойдет. Нет. Так отправим обратно. Что я не очень люблю делать. Отправляйте обратно. Это обувь. Вот такие интересные. Сколько стоит? А, эти, по-моему, 43. Это, в общем, такие эти кроссовки. А, это уги. А, это уги. И то, и то уги. Ничего себе. Я думала, это другие. Видите, какая она? Они здесь, в общем, вот такие вот овальные. Но, возможно, они есть где-то. Но уже не по скидкам, да. А на самом сайте йоговском они есть. А там, где они покупали, там их нет уже, скорее всего. Ой, ну, они такие интересные. Брали в размере 40, по-моему. Да. Сейчас я примерю. Не, ну, классные, да? У меня нога стала после родов. Мне, кстати, там вопрос задали. Какие у меня эти после родов изменения, да, какие проблемы. Я запишу отдельное видео, такой маленький видеоролик запишу про мои проблемы. И отвечу на пару вопросов там про до беременности и после. Не, это самое. Не мешай маме, пожалуйста, чуть-чуть. Сейчас померяем, да? Ну, классные, да? Они стоили 43 евро всего. Цвет такой желтый. С помирю. Ну, один ботинок нормальный я одела. Они мне прям вот, вот у меня палец. И реально, они такие прикольные, удобные вообще. Легкие, легкие прям вообще, как эти валенки. Вот реально валенки. Ну, прикольные. И 43 евро, так это вообще круто. Подошва такая твердая, ну, как такая устойчивая подошва. Мне на классный. Раньше у меня был 38 размер. Потом стал 38,5. Потом 39. После Евы 39. После Мишки у меня теперь 39,5-40. Ой, ну все, оставляем идеально. Они оба мне хорошо. Ой, такие классные прям вообще. Все, муж, спасибо. Сердечко, любовь, единорожка. Это мы оставляем. Ну, и лот номер 2. Ну, конечно, классные. Если подойдут, то будет вообще супер. Тоже уги. Та-дам. Я вспомнила, у меня были такие уги серые. Но не на замочке. Ева, что там? Дай у этого крокодила. Пока вам сейчас возьмет его. Взяли тоже в сороковом размере. Но это стоили 105, Ева. Но тоже на скидке очень-очень хорошие. Они, видите, вязаные. Ну, потому что сейчас... Сейчас я Мишку возьму. Да. Все, они вязанные. За 105 евро. Но стоили они как-то дорого. В общем, скидка на них была очень хорошая. И тоже в сороковом размере взяли. У меня были серые. Давно. Мышный покупал давно. Еще я не помню где. Но у меня БУ были. Бышный покупали мы тогда. Так. Сейчас померяем. Главное, чтобы они мне... Это так. Какая-то затяжка, ниточка. Главное, чтобы они мне большие не были. Да. Ну, тут уже. Ладно. Слушай, не тушу. Да. Там под ноги-то нет. Ой, вообще прикол. Так. Теперь будет вопрос. Помощь зала. Напишите, оставлять такие или не оставлять? Так-то они прикольные. Но на голую ногу, да? Их они все равно будут сползать. Да? На голой ноге. А если на джинсики, то, то, может, сползать не будут. Ну, они такие прям валенки. Ну, тоже как раз мне прям по ноге. По ноге, по ноге. Ну, это такой, типа, зимний вариант. Где там таких мел? В общем, не знаю. Посмотрим. Оставлять, не оставлять, напишите. Какая красивая запеканка, да, получилась? Прям красавица. Но я ее там оставляю уже в духовке. Рецепт не снимала. Оставлю видео. Ссылку на видео, где я делаю эту запеканку. Потому что я очень-очень много делала. Раз. Это запеканка с творогом и яблоками. Они уже спят. С творогом и с яблоком у Олеси Рецепт брала. Она немножко видоизменила. С какой-то там кукурузной мукой. В общем, вот так вот. Аромат на весь дом. Мишка у меня спал. И, в общем, ну, некогда было мне снимать. И на этой вкусной ноте я буду заканчивать свое видео. Смотрю в окно. У нас там солнышко. Очень даже хорошо. А мы сегодня под дождем ходили. В общем, буду заканчивать свое видео. Спасибо, что посмотрели его до конца. Как обычно, ставьте лайки. Пишите комментарии. До новых встреч в новых видео. Пока-пока. Чао. Субтитры сделал DimaTorzok. 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 Субтитры сделал DimaTorzok